всем привет сегодня поговорим о моей сборочке linux mint 18.2 kde в народе их просто называют кедами значит ну что сборочку я поставил самое 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 последнее на сегодняшний день ядро как видите проект проверял все работает нормально сейчас вам покажу как я это дело делал с тембоком но вот по систем баку есть такие вот нюансы посмотрите рекомендую всем устанавливать систем бак на linux mint 18.2 любой конфигурации вот по этим этапам первый второй третий четвертый пятый и затем по касперу перепроверяйтесь вот потому что иногда бывает вот такие вот вещи вот стартовали вы синаптик завели там каспер и вот вам каждый раз нужно проверить потому что иногда бывает фраза отметить для полного удаления если есть отмечайте и полностью удаляйте у меня значит здесь практически все удалено и лупин и каспер вот но вам рекомендую вот так вот проверяться то есть установили вот первый второй третий четвертый пятый значит пункты команд и провериться по касперу ставится на английском языке но зато как говорится без головной боли когда это дело сделаете сделайте себе контролечку изо и контролечку значит в своем собственном формате и вот один еще такой нюанс значит у меня он был что когда я значит сделал контрольный изо и сделал копию в своем собственном формате на этом же разделе жесткого диска а потом значит вот на решил поискать приключений и значит решил все таки поставить русскую локалку поставить файлик андрея вчерова и вот у меня сразу что выпало здесь вот на выходе вот эти написано заблокировать завершить сеанс и так далее все после вот установки значит на вот этой команды апт рекоменции стандарт после выполнения все это меню исчезла и дальше там уже бог знает что было и восстановиться я не мог не сплешки никак так вот всем вам на скажем так на практическая рекомендация значит если вы делаете что-то на систем баком то вот мой совет такой посмотрите-ка сюда значит но естественно значит на жестком диске должно быть побольше разделов таким образом ну покажу а у меня значит помимо раздела на который установлен на linux mint 18.2 kde еще имеется вот седьмой раздел свободный тут значит у меня там пароль у нас стоит на любом значит что нужно делать вот копию вот эту вот я сделала здесь абсолютно на другом разделе то есть на абсолютно другом разделе вашего жесткого диска делается скажем так папочка вот допустим обозвали linux mint 18.2 kde и рус и вот в нее сохранили значит system bug и вот тут все вот эти вот последующие копии которые идут они тут как говорится и сохраняются вот таким вот образом тогда если полностью даже полетит у вас риска то у вас все равно вы сможете его выдернуть даже находясь на другом linux и зайдя сюда вы сможете установить его на любой раздел жесткого диска тоже самое можно делать и здесь вот у меня значит допустим сейчас изообраз сделан папочки на своем разделе но я также могу вот пойти сюда зайти в медиа в юзер sb home снова в юзер зайти найти значит папочку под названием изо вот она найти вот папочка здесь и вот сюда я могу создать и сохранить копию формате изо который можно на флешку записать также значит могу все это дело сделать вот не забывайте вот такие варианты потому что частенько значит вот оказывается что они полезны когда у вас имеется несколько линуксов и это очень полезно при настройке что-нибудь не так полетела полностью раздел полетел на другой линукс зашли с другого линукса пожалуйста зашли программу system bug вытащили оттуда это копию и снова восстановили ее на этот раздел который вас вообще полностью не грузится не считается и так далее вот такая штучка интересная но как всегда значит у кедов всегда определенные трудности вызывали это значит вот перемещение перетасовка значков на верхней панели на линукс мин цена монтам все просто взял значок нажал на нем левой кнопкой мышки потащил и где надо вставил отпустил и все а здесь ку-ку ну это вам будет домашнее задание поищите как это дело делается на трайдоке все по-прежнему значит делается легко и свободно перетасовать можно в любом порядке все так что тут проблем особых нет кеды в принципе получились на удивление неплохими посмотрите программа для записи с экрана и несмотря ни на что все равно вот у меня тут показывает только 24 процента она берет оперативки и 25 центрального процессора на ценамоне там по моему расход побольше так что вот в данном случае что там они сделали с кедами я не знаю но в плане вот системных ресурсов здесь как-то так это накидовцы постарались и кушает она вроде бы как поменьше программы все значит ас установлены но уже знаете ему это говорится набор что я люблю что не люблю а практически все работает все нормально работает поэтому тут особенно я мыслью по древу там не буду растекаться особенности вам вот рассказал какие есть значит ну что две программы для записи с экрана симпл см плеер видеоредактор аудасити ну если обычный набор значит сюда поставил значит где можно скачать да ради бога вот во первых я оставлю ссылку под видеороликом во вторых значит вот нам на моем сайте идете вот сюда на крок на кроке значит вот линукс сборки идете тут называется пока линукс мент ценамон но я хочу поменять просто на линукс мент и здесь вот найдете когда я вот сборочка 2 824 мегабайта а тут контрольная сумма поэтому значит вы можете скачать попробовать посмотреть сравнить как на вашем железе она все работает а может быть на вашем железе он будет и пошустрее работать гарантировать не могу но тем не менее а ну и дальше что опять таки это значит вот особенность моего компьютера но не только моего я заметил и других не у всех конечно но так называемый тиринг то есть дергание вот видите тут было не косая диагональная черта а такие вот вертикальные горизонтальные полоски дергались ну и затем на когда значит я сделал прививочку установил необходимый файлик в раздел эти си x11 вот и значит затем я на проверил вот смотрите и нажимаю на слайд-шоу и уже как говорится тиринга нет то есть скажем так эта сборочка у меня вакцинирована против тиринга вот таким вот образом все остальное работает нормально но менюшка здесь типичная кедовская в принципе нормально все можете там пробежаться посмотреть там по меню все самые необходимые программы значит установлены ну что вам как говорится будет необходимо там до установите дальше проблема всегда бывала установки программы значит варите и варите слайд-шоу на кеды там был ряд проблем ну проблемы значит эти я решил вот пожалуйста значит и слайд-шоу работает варите я пока отключил просто картинка понравилась с акулой а так вообще при загрузке значит у вас будет все это дело появляться ну вот я наберу здесь словечко вар запускаю варите вот здесь появляется значок а мы вот обои начали меняться вот и там как установлено вот настройках в параметрах там через каждую минуту вроде бы будет меняться можно отметить галочкой менять их при запуске вот я еще галочкой отметил самый последний чтобы тоже прибегали потому что если что то вам понравится что вы могли просто взять и сохранить эту обоинку в папочку вот правой кнопкой нажали копировать в избранное все а когда надо вам что-нибудь посмотреть в избранном вот зашли в параметры избранное открыть папку и вот в папочке пожалуйста значит можете посмотреть что находится а вот пожалуйста значит можно открыть вот это дело вот таким вот образом здесь можно закрыть вот у вас опять это будет картинка то есть вот таким вот образом все это делается значит ну что кеды сами по себе ну что неплохая рабочая это говорится среда или рабочий стол просто мне в силу моей привязанности к цинамону никогда там любви кедам не было но многим кеды очень нравится поэтому я такую сборочку сделал на кеды практически там до настройка займет там минимальное время там обнастроить время там затем там что еще сделать настройки в менеджере обновлений вот и практически смотрите там можете пароль поменять как кому нравится вот сейчас картиночку взял ту и сохранил избранное ну много распространяться не буду значит кеды есть кеды значит сделаны скачайте отпишитесь как у вас они не работают потому что тут было у меня много вариантов с настройками с нюансами и так далее но в данной настройке все говорится уже сделано и все работает так что отпишитесь как у кого там встала как запускается как работает ну просто хочу знать ваше мнение вот и все ну ладно желаю вам всего доброго и до новых встреч ваше